Согласно долгосрочному прогнозу погоды, лето обещает быть жарким. В 2010 году на территории Уральского федерального округа серьезно пострадали от пожаров два населенных пункта. В этом году к пожарам готовятся заранее. Прокурорские проверки с привлечением сотрудников МЧС и местных администраций идут по всему округу. Несмотря на то, что на дворе сейчас только апрель месяц, уже идет по сравнению с прошлым годом рост числа природных пожаров как по количеству, так и по пройденной площади. Поэтому прокурорами уже сейчас выявлено более 400 нарушений закона, объявлено более 170 официальных предостережений, внесено 92 представления, по результатам которых 60 человек наказанных в дисциплинарном порядке, направлено более 80 исковые заявления в суды общей юрисдикции. Работа только начинается, и к концу пожароопасного периода, естественно, эти цифры будут гораздо выше. Большая нагрузка в деле обеспечения противопожарной безопасности ложится на местное самоуправление, городские и сельские администрации. Именно им надлежит выполнить противопожарные мероприятия, призванные не допустить огонь до жилых домов. В соответствии с требованиями технического регламента о пожарной безопасности, населенные пункты, граничащие с лесами, должны в первую очередь провести опашку территории, минерализованной полосами, не менее 5 метров. Это делается, к сожалению, не везде и не везде своевременно. Следующая обязанность – это в ряде муниципалитетов не установлено средства звукового оповещения населения. Не во всех населенных пунктах есть пожарные водоемы, куда могла подойти пожарная техника и заправить, соответственно, необходимое количество воды. В соответствии с указанием заместителя генерального прокурора Юрия Александровича Пономарева, всеми прокурорами на местах будут приняты дополнительные меры по обеспечению законности в указанной сфере. Как пример благополучного участка можно привести территорию Верхнесесердской сельской администрации. Здесь находится несколько населенных пунктов. На этой неделе межрайонная прокуратура проинспектировала Верхнюю Сесердь, Каменку и поселок Азбест. Базовая единица обороны от огня – отдельный пожарный пост. Есть у нас пожарный пост. Вот дежурная смена, она все укомплектована. И в Сесердь, и здесь, где вот есть пожарные части, значит, по району у нас закуплено было семь пожарных мотопомп в прошлом году. Все они выданы под роспись, назначены ответственными, заправлены бензином. Готовы к боевым действиям. Также нужен водоем с пирсом, чтобы пожарные смогли подъехать и заправиться с помощью мотопомпы. Минерализованная полоса – это просто участок, на котором верхний слой почвы снят. Защищает от низового пожара. В этом году в Верхней Сесерде полосу будут расширять. В прошлом году у нас пожаров в населенных пунктах не было. То есть были пожары в лесах, где-то там в болотах, то есть далеко от населенных пунктов там. Вот, поэтому, ну, я связываю это с хорошей работой, по крайней мере, с организацией мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности со стороны администрации и сельских, в том числе и глав. Поэтому, ну, так все у нас благополучно обошлось. Надеюсь, что нынче у нас тоже все благополучно обойдется. Говоря о противопожарной профилактике, те, кто за нее ответственен, нередко переходят на терминологию, приближенную к военной. Это не случайно. Работа пожарных подразделений так и называется в официальных документах и инструкциях – боевые действия. И в случае чего, точно так же, как и в бою, думать будет уже некогда. Тушить пожар придется тем, что есть. И как показали два предыдущих года, огонь может быть весьма серьезным противником.